Так, я накрасила ресницы. Я не поняла, почему у меня это какой-то темный, да, был, по-моему, изначально. Свет. Цвет. Накрасила я реснички. Теперь давайте делать макияж. Я их чуть не уронила. Сейчас вы представляете, на-на и разбила. Было бы очень-очень жалко. Я даже не знаю, как. Как попробовать пальчиком нанести, может быть. Потому что они же такие кремовые. И хочется их прям красиво так подтушевать, да. Мне кажется. Давайте попробуем пальчиком один глазик. Вот видите, сразу белое такое пятно. И глаз становится меньше. То есть тени красивые. Но надо все-таки здесь очень грамотно знать, как наносить, да. Вот такая вот розовая тенюшка. Такой розовый блик. За ногтей не могу здесь прям вначале нанести. Давайте возьму просто кисть и попытаюсь нанести обычной кисточкой плоской. Уже другой глаз. И посмотрим, будет ли разница и поймем, как лучше нанести эти тени. Мне так неудобно. Видите, как будто более белая, да. Но блика меньше. Не подтушевывается именно вот так. Как бы в кожу. В общем и целом, цвет очень красивый. Его можно использовать на ежедневной основе. Куда-то даже в офис у вас будет красивый оттенок. И сто процентов все будут спрашивать, что за тени. Ну вот такого прям перламутра, как на руке, я не вижу. Но все-таки здесь нужно прям выходить на солнце, как мне кажется. В общем, на глазах он не такой яркий, да. Ну, ручкой мы можем вот так делать, а глазками, ну как так. Так, давайте еще раз пальчиком я нанесу. Чтобы было больше сияния того самого. Видите? Но опять же, вот этот белый цвет, он, как мне кажется, здесь кистью. Будем пробовать и так, и так. Ну, в общем, нет такого прям дикого перламутра, как мне кажется. Ну, надо носить, надо смотреть, как он будет переливаться. Ну, эффект-то как на руке, видите? Ну, может быть, он и есть. Это надо выходить на солнце и, в общем-то, мерцать. Дальше. Конечно, так мы не можем это все дело оставить. Почему? Потому что у нас маленькие поросячьи глазки получились. Нам надо вообще прорисовать, показать, где у нас начинаются и заканчиваются глаза. Я беру сначала Evelyn Cosmetics, вот такую палеточку, и беру вот этот третий оттеночек. Такой он, ну, чуть-чуть темнее, чем пудра, да. Набираю пушистой кисточкой. Немного стряхиваю. И прорисовываю уже, как бы, ну, как прорисовываю глаз. Сделаю коррекцию глаза, да, вот так. Я границы. Вот здесь я показываю, что глаз у меня вот тут. Ну, не очень они прям переливаются, я вам скажу. Не очень. А надо будет еще попробовать таким каким-то влажным, знаете, способом. А ну-ка. Я сейчас наслюнявлю все. Ну, в принципе, то же самое, потому что они и так кремовые, поэтому, ну, тут такое дело. Могу ли я вам их рекомендовать, эти тени? Ну, в принципе, да. Но не вау. Хотя надо их носить и надо узнавать. Потому что мы смотрим, да, как бы под одним углом, а люди на нас иногда смотрят, ну, как бы там сбоку. Ну, в общем, вот эти переливы, они существенные, они красивые. Помните, раньше было, были тени флёр, да, по-моему, с голубым перламутром. Такие они тоже были светлые, с голубым перламутром, с розовым перламутром. Рубероус. Так наносишь, они вроде бы вот такие же. Но когда я смотрю на кого-то, на кого мы эти тени, они очень красиво такое дают мерцание. Что я думаю сделать? Давайте возьмём вот этот такой бордовый, да, оттенок. И я, наверное, нанесу его в складочку и в уголочек. В принципе, можно не сильно ярко, вниз нанесу. Так. Здесь то же самое сделаю. И потом ещё плюсом растушуем, конечно же, вот вниз. Теперь этой же кистью пушистой я подтушую вот эти вот все бордовые оттеночки. Да? Такой розово-бордовый у нас получается макияж. Знаете, всё-таки мне не хватает коричневого, потемнее. Я, наверное, возьму новую палетку от Faberlic. Такую, которую мы сами собирали. И возьму вот этот, по-моему, загорелый нюд, что ли, оттенок называется. Вот его, наверное, нанесу, чтобы было потемнее, так скажем. Вообще, очень-очень лайтово. Теперь я возьму плоскую кисточку и нанесу ещё более тёмный оттенок. Такой самый-самый тёмный. Фиолетовый тоже вот сюда на уголочек глаза. Таким образом. И тоже это всё немного растушую. И нанесу теперь подводку. Стрелка, я думаю, что здесь очень-очень нужна. И плюсом, так как я немного всего лишь накрасила тушь, да, реснички, я пройдусь ещё тушью, в общем-то, прокрашу те тени, которые, может быть, осыпались. Ну и более сделаю объёмную чёрную, такие чёрные выразительные глазки будут. Всё, и вернусь тогда к вам. Насчёт Каяла уже тогда подумаем. Знаете, я делаю стрелочку при помощи моей подводки Эвелин. Она чёрная, но когда чёрной подводкой я прокрашиваю по вот этим красивым теням, то, видимо, там действительно есть вот эти светоотражающие частички. Начисала что-то. И подводка здесь такая чёрная, тёмно-тёмная, такая фиолетовая получается. В общем, очень интересно. Всё, сейчас нарисую здесь, накрашу ресницы, вернусь. Так, в общем, давайте посмотрим тени. Ну, такие они розовенькие. Для ежедневного макияжа это прям классно. Вы можете не использовать сиреневые, да, какие-то оттенки для затемнения, а вы можете брать именно, например, какой-то коричневый. Я думаю, что тоже будет хорошо, если вам не идут сиреневые оттенки. Вот. Но прям вау-вау я не назову, конечно. Ну и, в принципе, они неплохи, да. Я люблю розовые оттеночки, поэтому мне, в принципе, они понравились. Но, знаете, так, чтобы... Значит, надо накрасить губную помаду. Возьму губную помаду от Фаберлик 4614. У меня их две штучки. Надо заканчивать. Моя любовь. Вот такая она розовая-розовая. Ну, видите, вот не знаю, что это за... Не написано, что это было за... Не написано, какая это была линейка, но вот она такая прям совсем мягкая-мягкая. В общем, сейчас накрашу и вернусь. Угу, тушь. Так, значит, вот такая помада, но она слишком яркая. Хотя она мне тоже яркая. Я добавила еще карандаш от Фаберлик в оттеночке 4851. Я, по-моему, 50-ый сейчас заказала в заказике. Это нюд. Не помню вот оттенок, но нюд я заказала. Это следующий, по-моему, номер. В общем, вот так, смотрите. В принципе, приемлемо. Можно какой-то даже каял вниз нанести, да? На слизистую, так скажем, слизистую. Вот. Можно прокрасить таким коричневым, моим любимым люкс-визаж. 12-ый оттенок серо-коричневый. Но это не совсем каял, а именно, знаете, еще добавить вот прям в межресничку, немного затемнить. Давайте попробуем, как это будет выглядеть. Вообще, будет ли какая-то до и после. Попробуем. Так, я один глаз, видите, сделала. Вроде бы немного он стал повыразительней. Второй глаз. Итак, что я думаю по поводу этих теней? Стоит ли их покупать? В принципе, да. Не знаю даже. Давайте попробуем выйти на солнце, посмотреть там, какой будет эффект. По-моему, чересчур солнечно, если честно. Прям через чур. Давайте вот так. Не знаю, есть ли какой-то отлив, смотрите. Ну, они довольно-таки интересные, в принципе. Знаете, есть что-то такое розовое. В принципе, можно их попробовать за 300 рублей. Ну, это нормальная цена, такая средняя. Хотя, знаете, я хотела тени такие же, только в таком оранжевом отливе. Но, наверное, нет. Наверное, попробую спарклы купить. Вот именно то, что прям супер-супер такое, блестящее. Вот, попробуйте купить, ну, какие-нибудь такие персиковые, да, такие, такое персиковое золото. Ну, все. Спасибо огромное за то, что провели утро это со мной. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok